всем привет всем здравствуйте сегодня у нас прямой эфир посвящен новинки новинка краска белая и черная представлена только в двух цветах эта краска текстурная без остаточной липкости и она настолько мелко дисперсная что можно делать фактурные дизайны прям от кутикулы до свободного края и при этом это будет смотреться не грубо и не громоздко и так если не сложно напишите кто-нибудь тему новинка текстурные краски текстур пейн на них написано сейчас я покажу их поближе всем привет привет девочки напишите тему новинка краски текстурные такая вам сейчас покажу поближе как они выглядят и у меня есть мастер-класс который я записывала на модели параллельно для маркетинга делала когда мастер-класс фото я решила для вас это записать потом чтобы продемонстрировать и так два оттенка я не стала делать разное количество красок потому что и в принципе можно подкрашивать пигментами плюс все-таки это относится к дизайну да сейчас я вам покажу как они выглядят как ее можно будет подкрашивать слушай попросишь у юли а у нету мне есть пигмент сейчас я вам покажу как ее подкрашивать можно будет при помощи чего так сейчас посмотрим как она наносится краска реально без липкости хотя я ее специально все равно обезжириваю чтобы у него появился такой еще более выразительный матовый эффект ведь она мелкозернистая поэтому не дает каких-то грубых фактур и тела такая достаточно плоская прям вот ну аккуратненько нет какой-то ярко выраженной грубости эти толщина такая прям вот аккуратно и хорошая прям вообще отлично этот курс кстати будет доступен в рамках эми арт это я уже записывала тут половину типсов поэтому кто в клубе у вас будет доступен я решила с этим с этой красочкой записать курс вот но я вам сейчас покажу с ней вообще классно комфортно работать несложно можно придумать кучу разных вариантов на тему это я знаете как и можно сказать еще толком даже еще и не начинала с этой краской работать мне кажется здесь до бесконечности можно делать разные варианты на тему так сейчас я поближе покажу саму фактуру не знаю будет сейчас хорошо видно или нет суши влажные салфетки нужны беленькая красочка нами напоминает штукатурку и вообще хотела назвать штукатурка но так как название всем показалось очень странным назвали просто текстурная окраска так сейчас посмотрим будем видно мне кажется видно у нее присутствует такое мелкое мелкое зерно я вот но настолько элегантная эту фактуру можно создавать любую больше конечно мне нравится это что-то эффекты бетоновых ногтей бетон для дизайна в стиле гранж просто какая-то вот такая фактура эти тут фактур можно много создавать разных я эту краску кстати использую без финиша я наношу сразу на цветное покрытие сейчас вам продемонстрирую в мастер-классе прям на живых ногтях посмотрите по-разному можно вот так сделать видите уже будет другой эффект можно просушить и пройтись повторно добавить фактуру можно там взять какой-нибудь острый инструмент пройтись острым инструментом сейчас когда покажу вам мастер-классе на живых ногтях ногтях вам будет понятно как работать с кутикулой с валиками кстати работать очень легко несложно втирка но я в тирку не проверяла я думаю что ложится здесь понять как эффект же не в тирке есть именно эффект в ее вот этой фактурности при высыхании в общем играть можно с фактурами очень много здесь так давайте вам щас наверно мастер-класс покажу на модели так мастер-класс первый мастер-класс смотрите это у нас сделано покрытие ногтей белым гель-лаком в один слой и сразу без финиша вы овальная кисточкой наносите просто тоненький маленький слой и например можно взять веерную и веерный тоже очень классно создавать такую мелкую фактуру после сушите в лампе две минуты и обезжириваете обезжириваете и вот здесь сверху обезжиренных ногтей мне захотелось сделать глянцевые элементы дизайна здесь я взяла текласс и прям делаю островок где я планирую приклеить шермиконы еще раз напомню здесь вообще не использовался финиш только один слой цвета белого гель-лака а потом уже слой фактурной краски потом я нарисовала квадратики т-классом просушила нанесла шарми кончики и также повторно сделала еще перекрытие т-классом под кутикулу очень удобно этой краской залазить потому что например если вы возьмете небольшое количество сначала пойдете пройдете под кутикулу подтолкнете чуть-чуть но получается очень аккуратно дизайн кстати делать очень быстро потому что один слой цвета топ не используется сразу наносится фактурой получается очень экономно и дизайн получается очень такой затем необычный нестандартный так сейчас еще один вариант покажу бетон мне очень нравится конечно использовать эффект бетона на ногтях здесь я смешала белую с черной чтобы получить серый как фон взяла серый оттенок гель-лака и под него подобрала серый цвет текстурной краски намешала видите и прохожусь в несколько этапов светлее темнее и попеременно все время просушиваю эти очень хорошо залазить под кутикулу просто пересушиваете здесь постоянно и каждый раз возвращаетесь и добавляете где-то еще цвет темнее здесь бетон как делается видите для бетона не нужно делать какую-то прям конкретную фактуру здесь для бетона достаточно просто овальной кисточкой проходиться и делать мазки тонкие прикольно взять кстати им посту стемпинг и уже сверху обезжиренных ногтей пройти сделать дизайн им посты видите после такого как вот с им постой поработали можно добавить еще вот такие грубые мазочки потом прорисовать им посты уже какие-то выпуклые элементы получается прям такая бетонная стена такой гранжевый вариант дизайна и тоже опять же делать быстро почему всего лишь один слой серого гель-лака финиш здесь не используются и в несколько слоев начинайте просто этот цвет серый текстуры наносить попеременно просушивая окончательная просушка украски составляет две минуты после двух минут просушки можно обезжирить хотя дисперсии как таковой нет но я все равно обезжириваю вот очень удобно под кутикулу залазить здесь чтобы вот такой вот эффект бетона получился видите я маски делаю где-то вертикальные где-то косые но делать очень быстро я сейчас вспоминаю как раньше я бетон показывала но такой достаточно трудоемкий все равно варианту бетона было а здесь этот эффект он получается такой знаете автоматически сам собой потому что внутри краски есть такая мелкая мелкая как я не знаю присыпка которая создает эффект вот именно бетона штукатурки но это не вот такой вариант как сейчас вот на рынке встречаются когда ну она прям очень грубая это тоже кстати хочу эти краски выпустить которые прямо такие грубые грубые вот а эта краска она именно вот ты когда смотришь на неё ты можешь из импаста перепутать но она вот это не импаста импаста она прям такая глянцевая гладкая а здесь как будто мелкий 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 песочек добавили вот поэтому она очень деликатно ложится на не дает толщины вы видите ногти получается очень тонкие аккуратные потому что финиш же отсутствует так прекратим демонстрацию экрана сейчас могу еще разочек показать на типсах так вот видно высохла видите и у нее сразу исчезла остаточная липкость у нее нет как таковой остаточной липкости единственно сушить нужно две минуты смотрите прямо за часу взять досушить две минуты чтобы наверняка так сейчас еще один вариант сделаем это то что кстати в мастер-классе было вот они типсы видите разная фактура может может быть вот такая может быть какой-то бетона гладкая да не сильно фактурная все зависит от того как вы нанесли эту текстурную краску видите такой вот винтажный кусок стены сейчас я покажу как подкрашивать как подкрашивать так сушил меня здесь нету белого гель-лака лучше брать цвет в цвет подбирать сейчас я белый гель-лак возьму чтобы еще раз посмотрели на всякий случай все равно обезжириваю смотрите вот после обезжиривания становится вот прям еще более матовая поэтому я все равно обезжириваю видите так и можно взять например намешать какой-нибудь оттенок серенький и знаешь еще веерная кисточка тоже нету причем она деликатно получается фактура очень деликатные чем делать так быстро мы прям очень быстро мне такие вот варианты очень нравятся недавно stories выкладывали эти мастер-классы несложные смотрите с кусочками фольги на будет здесь тоже в ленту выложить прям все три мастер-класса несложные не для градиента кисть работает любой плоской кисточка вот у меня видите под рукой овал сейчас грязный в черный я взяла вот скошенный очень удобно работать кисточкой для градиента единственное что будьте осторожны с толщиной что если где-то перегрубить и с толщиной может не просохнуть но это как принципе нормально я очень люблю кисточку для градиента брать она много не набирает если нам нужно чуть-чуть подпачкать такие быстрые варианты дизайна могут быть опять же это может быть просто элемент да например вы сделали мрамор да вот например дизайн глянцевый и уже сверху вы взяли какие-то мазочки поставили из краски понятно что это может быть как элемент дизайна не полное покрытие до вот нет мрамора очень нравится так добавлять кусочки или как вы здесь смотрите ногти просто молочные сделали камуфляж молочный белый шарми кончик туда снизу а сами мазки дизайн видите сверху сделали тоже очень прикольно получается так еще раз акцент делаю на том что если мы хотим сделать полное покрытие из фактуры финиш не используются нанести достаточно в цвет фактуры цвет фона но в данном случае если например если буду белый делать то вы берете один слой белого слушайте две минуты потом не убирая дисперсии ничего прям по дисперсионной пленке начинаете делать фактуру я вот на модели когда делала эти ногти смотрите ну я не знаю все думали что сейчас буду долго снимать но мы это ну сколько там я потратила минут 25 я на руку потратила ну не знаю если бы я делала 10 пальцев сразу синхронно очень быстро плюс я сэкономила время я финиш не наносила я второй слой гель-лака не наносила вот поэтому экономия очень большая получается по времени и мне нравится то что можно сделать вот такие такое перепрочтение новая техники nail crust в таком винтажном стиле понятно что краска она прям супер для тонких линий не очень подходит но в принципе имеет место быть вот я так думаю что я в ближайшее время буду много показывать мастер-классов с этой красочкой сегодня я хотела показать вам только мастер-класс на руках ну вот самая такая простая кисточка которая вот классно использовать это кисть для градиента смотрите вот элементарно нанесли вот уже фактура красивая можно вот такими причмокывающими движениями пройтись главное жирно не наносите ногти тогда будет аккуратный толщина деликатная смотрите эти уже уже красиво да можно вот так и например взять какой-нибудь пакетик кусочек позаравнивать эти вот фактура может быть всякая всякая разная главное что она деликатная вот это наверно самая вот будет прикольно и конечно сверху такой краски стемпинг можно делать но это им паста идеально конечно рисунок не ложится на фактуру но такой вот эффект состаренности все равно контур он читается смотрите эти стемпинг все равно можно делать что-то вот в этом есть смотрите фактуру сделали сверху так прошлись стемпинг добавили да он не ляжет как лак да там идеально с каким-то с какой-то продрессе у где-то ложится но она в этом как бы и тема поэтому мне прям очень зашло вот кто будет в клубе вами арт у вас как раз этот курс откроется следующий с этими красками решила курс записать так что касается как красить красим как обычно если например не хватает цвета краска только белая черная и черная то понятно что можно использовать что пигменты понятно что если нам нужно какие-то чистые цвета это не ончик лучше взять да если нужно какие-то грязные оттенки вот такие нюдово-бежевые я беру обычные пигменты которые перламутровые там коричневые нюдовые так наил данил ты меня там что-то мучаешь с кистями вот смотрите все уже красиво уже ничего не надо сейчас мы пойдем возьмем еще какой-нибудь пигментик а попроси сейчас мы добавим зелененький ну тут пигментом тоже не переборщить единственное девочки все сушим подсушили так ты мне так и не включила телефон подсушили если например что-нибудь глянцевое сейчас хочется сверху добавить а что добавить можно какую-нибудь ракушку добавить до или какие-то крупные блестки можно вот так вот кусочек фольги добавить в принципе сейчас какие-нибудь можно шарми кончики добавить как я вот приклеивала сейчас мы чуть-чуть ты класса возьмем привет юленька только ты меня можешь гучи называть так сделали и сейчас мы прям капелюсечку пройдемся где там нам хочется было бы конечно лет какие-нибудь блестки круглые цветные сейчас вот не не до этого будет искать так вот буквально несколько штучек поставили сейчас мы подсушим в лампе так еще раз у нас новинка она есть уже на эми шоп она уже есть у дистрибьюторов краска называется текстур пейнт она без липкости но я все равно дополнительно ее обезжириваю обязательно вот тогда она становится более ярко выраженная матовая ее можно использовать как под однотонное покрытие до с разной текстурой эти текстура может быть там абсолютно разная а можно использовать только как элемент например вы сделали какой-то дизайн и прошлись где-то вот такие мазочки добавили ты где-то у меня здесь было я типа даже можно вот так сделать мне кажется сейчас хорошо видно она прям такая мелкая мелко текстурная деликатная на не грубая до в европе тоже будет так остренька так не хочу чтобы вот таким треугольником было сейчас его здесь вот чуть-чуть ну ладно фиг с тобой так и сейчас возьмем вот эти кусочки перекроем ну и третье то что пи подкрашиваем белую текстуру при помощи любых пигментов вот при помощи любых пигментов пигменты можно брать абсолютно любые если вам нужны какие-то грязноватые оттенки до чтобы вот типа вот такого вот такой вот оттенок да вот это вот все грязные оттенки я намешивала при помощи вот этих перламутровых непонятно коричневатый бежеватых перламутровых цветов нужны нужны какие-то чистые прикольные цвета берет берете пигментики цвета только два оттенка белый и черный я сначала хотела сделать больше цветов потом поняла что все таки это относится к категории дизайна эти краски это не покрывочные краски и все равно лучше не делать огромную палитру научить вас их просто колеровать поэтому будем с вами колеровать а так белый и черный все на этом наш мастер-класс подошел к концу сегодня у вас видеть такой 30-минутный прямой эфир сейчас можно бежать на и мешок точка ру все всем пока пока